Снова здравствуйте, уважаемые зрители канала Булаточка. Сегодня на нашем канале мы вам снимем интересный ролик. Ролик по мотоблоках Motor Siege. Эти два мотоблока, они визуально одинаковые, отличаются они, по сути дела, только двигателем. Почему мы решили снять эти два мотоблока в одном видеообзоре? Потому что благодаря нашим заказчикам и подписчикам у нас есть эта возможность. А в комментариях возникают вопросы, можно ли сравнить бензиновый и дизельный мотоблок Motor Siege. И вот сейчас для нашего подписчика из Львовской области мы для него снимем услугу доверия по мотоблоку Motor Siege MB6DE, расскажем о комплектации, которая входит в его заказ. И для нашего заказчика, но еще не подписчика, мы снимем мотоблок Motor Siege MB6 с родным двигателем бензиновым завода-изготовителя Motor Siege. Мы их визуально вам сравним, заведем. Послушайте, как они работают. И интересная еще информация, которой мы владеем, это вот все-таки Западная Украина, у нас ценит дизельные мотоблоки, а Сумская область и Центральная Украина больше бензиновая. То есть это такая, знаете, статистическая информация, которая тоже интересна. Сейчас мы их оба распакуем. Ну а я еще хочу остановиться на комплектации. Для нашего заказчика из Сумской области, с города Бурынь, зовут его Андрей Николаевич, вот ваш мотоблок, вот и вон в упаковке. С ним в подарок вы получаете вот такое сцепное устройство, ну и дополнительные бонусы, которые вы согласовали с нашими менеджерами и которые идут на наших инфоресурсах. И для нашего дорогого подписчика. Подписчик в данном случае у нас на канале Ярослав Андреевич, а подписан как Соболь Оля. Поэтому для подписчиков в конце видео будет дополнительный бонус. Вы в конце это все увидите и услышите. Ну а в вашем заказе идет вот такая картофелекопалка. Это заводская картофелекопалка, которую вы заказали. Затем идет барана нашего партнера, компания Агромарка. Вот такое сцепное устройство. Ну и соответственно еще вот наша такая изюминка. Это вот такой оборотный плуг на мотоблок мотор Сич с предплужниками. Ну и дальше мы сейчас распакуем, проверим техническую исправность мотоблоков, проверим визуальное состояние, проверим масла, запустим. Ну и дальше запакуем и будем уже с уверенностью отправлять вам, а вы будете уже ними пользоваться и решать свои потребности. Находите с нами, а мы распаковываем. И сейчас мы первым делом распакуем дизельный мотоблок для нашего заказчика Ярослава Андреевича. Ярослав Андреевич, это вот ваш дизелек. Вы можете его посмотреть, оценить, как он выглядит, только сняв заводскую упаковку. Видите? МС-178FE. Это означает дизельный двигатель. Тип двигателя 178. Е-буква это с электрооборудованием. Ну и дальше мы сейчас проверим все масла. Я для многих наших зрителей и подписчиков, которые комментируют, пишут, покажите, как вы это делаете. Сейчас мы это все покажем, потому что самое главное для нас это проверить и быть уверенными в том, что мы отправляем уже технику проверенную для наших уважаемых подписчиков и заказчиков. Движемся дальше. И для вас, уважаемый заказчик и подписчик, и для многих наших зрителей и подписчиков, то есть хочу показать, что в себя включает проверка тех жидкостей. То есть мы смотрим, что с завода масло. Вот оно и есть. Если его нету, мы его обязательно доливаем и проверяем сейчас в КПП. В коробке мотоблока Мотор Сич здесь выкручивается заглушка и потом берем щуп, который идет в комплекте и устанавливаем. Вот, смотрим. Ну все, масло есть. Теперь мы уверены в том, что мотоблок заправленный маслами. То есть дальше мы сейчас вольем в него дизельное топливо и будем проверять. И еще, уважаемый наш подписчик, смотрите, когда вы получите мотоблок, он у вас будет в упаковке. Вам нужно будет развернуть руль. Обязательно рычаги выставить вот в этой соосности. То есть, видите, вот два рычажка и отверстия. И затем вот это, да? И затем вот эти тяги в один ряд. Ну и, соответственно, так настраивается КПП. Так, сейчас мы установим аккумулятор. Вольем топливо. И вместе с вами запустим ваш мотоблок. Ярослав Андреевич, надеемся, вам этот мотоблок понравится. Оцените его по достоинству. Ну а в конце, как мы и анонсировали, почему быть очень важно нашими подписчиками, то есть, мы покажем, что для подписчиков дарит бонусом наш канал. Вливаем топливные жидкости. И после этого мотоблока мы сразу в этом видео оставайтесь на канале. Для нашего второго заказчика из Сумской области города Бурынь, для вас, Андрей Николаевич, мы снимем другой мотоблок. Мотор Сич МБ6. Мы рядом их поставим, сравним. Вы оба наши уважаемые заказчики увидите два своих мотоблока. А для будущих заказчиков и зрителей вы посмотрите, чем они отличаются визуально и там уже кому какой нравится. Ну, давай, Саш, запускаем дизельный мотоблок. Напоминаю, на канале Булаточка по усуге доверия мы запускаем мотоблок МБ6ДЕ, который идет в комплектации с двигателем Вейма 178. Уважаемый Ярослав Андреевич, все вы видите сами. То есть, мы вместе с вами в Лиле Токтово. На нашем канале все по-настоящему, без всяких, скажем так, подготовительных работ, потому что в технике мотор сить неуверенны. Ну и сейчас мы проверим скоростя. На канале Булаточка происходит по услуге доверия проверка мотоблока МОТОРСИЧ-6ДЕ для нашего уважаемого подписчика со Львовской области. Аккаунт подписчика Соболь Оля. Мы так понимаем, что это Борж. И для нашей подписчицы в лице ее отца мы в конце видео сделаем для вас приятный бомбик. Ну и вот, уважаемый Ярослав Андреевич, вот ваш красавец и помощник мотоблок МОТОРСИЧ МБ-6ДЕ. Мы его пока оставляем в сторонку, а переходим ко второму мотоблоку МБ-6, который также в этом видео мы решили снять два мотоблока для двух наших дорогих заказчиков. То есть этот мотоблок уезжает в Сумскую область, в город Бурынь, Андрей Николаевич. Андрей Николаевич, это ваш мотоблок. Для чего мы это делаем? Мы хотим нашим будущим зрителям снять интересный контент, в котором просто рядом поставим два этих мотоблока, чтобы люди могли сравнить. Не у каждого есть возможность приехать к нам в офис, на склад, посмотреть. А так вы можете на нашем канале. Не забывайте подписываться, потому что будет ряд дополнительных бонусов. И на нашем канале вы можете сравнить этих два мотоблока. Сейчас мы его проверим, поставим их рядом. Ну и дальше будем уже рассказывать о них и о бонусах, которые ждут наших подписчиков. Смотрим и двигаемся дальше. А вот этот как раз мотоблок. У меня минутка, ребята как раз его вскрыли. Я хочу показать, это очень хорошо себя зарекомендовавший мотоблок с двигателем D250. Эти мотоблоки очень любят Сумская область и Центральная Украина. И вот для нашего дорогого Андрея Николаевича мы снимаем и отправляем вот этот мотоблок. Мотор Сич МБ6. Как мы видим, это бензиновый мотоблок. Ну давайте. То есть он к вам, кстати, тоже придет вот в таком положении. В транспортном. То есть вы его потом снимите поддон. Развернете рулевую колонку. Сейчас мы вам покажем как. Вот отпускаете вот эту контрагаечку. То есть разворачиваем. Затягиваем вот эту контрагаечку. Затем выставляем. Давай его скатим с поддона. Все-таки мотоблоки такие тяжеленькие. 200. Ну данным этот мотоблок где-то, наверное, 220 килограмм. С дизелем он чуть подороже. Не подороже, а чуть потяжелее. Смотрите. Уважаемый Андрей Николаевич. Опять выставите вот так переключатели, чтобы вот совпадали отверстия. И затем здесь вот эти тоже все тяги вот должны, я вот так вот покажу, в одной плоскости находиться. Вот так вот. Напоминаю, мы находимся на канале Булаточка. И смотрим видеообзор для наших заказчиков. Мотоблока МБ6 бензинового. Мощностью 6 лошадиных сил. С двигателем Д250. И вот дизелечек стоит. С двигателем Вейма. Тоже мощностью 6 лошадиных сил. Цель этого видео как раз показать вам, как они рядом два смотрятся. Как они работают. Ну, по сути дела, по мощности они одинаковые. Здесь конструктивно отличается только желание человека или бензиновый, или дизельный. Или со стартером, или без. Поэтому многие нас просили снять вот такое видео. И благодаря, еще раз хочу сказать, и спасибо вам большое наши заказчики и подписчики. То есть мы ценим ваше внимание к нам. И для нас очень приятно, что вы выбираете нашу компанию за наш сервис, за наше внимание к вам. Ну, и мы вот влили бензин. Сейчас мы в этом мотоблоке тоже проверим обязательное масло. Потому что кто бы что не говорил, но независимо ни от чего, если в каком-то ролике мы это не показываем, то мы прекрасно понимаем, насколько важно проверить все технические жидкости. Так, вот я сейчас там. Так, все, двигатели есть. И хочу остановиться еще, уважаемые наши зрители и подписчики, на технике безопасности. При запуске обязательно все мотоблоки, в данном случае мотор Сич, запускать только на нейтральной скорости. То есть здесь стоят вот такие датчики мотоблока мотор Сич, которые не дают возможности запуститься на скорости. Поэтому уделяйте внимание технике безопасности. И вот сейчас мы проверяем масло в редукторе мотоблока МБ6. Да, все, вижу, принимаю. То есть можем дальше... Сейчас мы его запустим. Проверим. И потом в конце видео я вам еще скажу пару нотаций. Сделаю бонусные предложения для подписчиков. Напоминаю, очень важно быть подписчиками, очень важно вступать с нами в дискуссию, очень важно писать нам комментарии, потому что благодаря этому мы понимаем, насколько наш канал интересен, полезен, и насколько нужно нам менять наш контент, и в каком направлении развиваться. И вот на нашем канале для вас, Андрей Николаевич, вот самое интересное. Многие показывают видео, когда уже все готово. А мы, по сути дела, вот влили топливо, и сейчас будем показывать, как запускается вот этот двигатель Д-250 после того, как вы распаковали. То есть давайте вместе с вами посмотрим, потому что все на самом... Уважаемые зрители и подписчики, у меня нет слов. Мотоблок запустился с первого раза. Значит он будет сушить долго и справно. Ну и в очередной раз нам очень приятно, наверное, сказать, что техника мотор Сич очень радует своим качеством, надежностью. И по отзывам покупателей и владельцев техники действительно этой технике стоит доверять. Ну, конечно, у них разное назначение другими мотоблоками, но при этом имея такого помощника можно выполнять очень-очень много работ в сельском хозяйстве. А спа в обороту, Сашкин? Обороту, Сашкин? Да, вот на такие. Уважаемый Андрей Николаевич, вот ваш мотоблок МБ-6 с двигателем 5250, мощностью 6 лошадиных сил. Саш, вот тут рядом их два, поставьте теперь мне. Не-не, сюда, сюда, вот сюда. Вот сюда ставьте. Останавливайся. Ставь. И не глуши, не глуши. Или давай, ладно, заглуши его. Давай дизелек сюда ставь. Уважаемые зрители, я хочу вам показать и сравнить. Вот два мотоблока. И заведите мне его, пожалуйста. Мотоблок МБ-6. Это мотоблок с двигателем 2250. И вот рядом стоит мотоблок дизельный 178 МБ-680СУ. И вы можете слышать, как отличается работа пензинового и дизельного мотоблока. Вы можете увидеть визуально о чем это говорит? что у этих мотоблоков вот эти хорошие и сама ходовая часть соси, они одинаковые. Отличаются только мегапиллер. И вот благодаря нашим подписчикам в данном случае дизельный мотоблок у нас уезжает Ярослав Андреевич. А бензиновый мотоблок у нас уезжает в Сульстулю область Андрея Николаевича. Так вот, уважаемые зрители канала, в этом видео мы хотели вам показать сравнение бензинового мотоблока с дизельным мотоблоком. По сути дела шасси, да не по сути дела, шасси у них и КПП все одинаковы, отличаются только комплектацией двигателя. И в большей степени когда у вас стоит вопрос какой мотоблок с каким двигателем выбрать, я думаю, вы больше должны спросить у себя что вам ближе дизель или бензин. Потому что по всем характеристикам по мощностным конечно не одинаковые отличаются только может быть то, что у дизеля низкий и крутящий момент он лучше, расход меньше. Ну, соответственно дизельный мотоблок он ну, он и дороже и он в обслуживании чуть-чуть все-таки прихотливей. Ну, а для вас уважаемые наши зрители уважаемые наши зрители я напоминаю насколько важно быть нашими подписчиками быть с нами заказывать через канал и вот как всегда в конце видео мы анонсируем наши бонусы вот вот это фирменная футболка вейма от нашего канала идет в подарок нашему заказчику из Сумской области напоминаю вы не являетесь пока подписчиком будете подписчиком будете получать больше бонусов ну, это тоже такой приятный бонус соответственно я уже не говорю о тех скидках и подарках которые вам были предложены а для нашего подписчика подписчик дайте мне заказ для нашего подписчика из Львовской области вы у нас подписаны как Соболь Оля соответственно я так понимаю это ваша дочь это мне менеджеры подсказали и для нее мы дарим вот такой презентационный наш бонус это набор полотенец я надеюсь вы оцените этот бонус по достоинству а для вас мы также дарим вот такую фирменную футболку Вейма с фирменным флажком и вот я хочу на чем остановиться уважаемые зрители канала уважаемые подписчики я хочу еще раз показать насколько наш канал несет ценности для вас и напоминаю очень важно быть нашими подписчиками потому что каждый подписчик оформив заказ и сказав что вы через канал ютуба или фейсбук или с инстаграма будет получать ряд дополнительных приятных полезностей надеемся это видео было полезно и многим зрителям и нашим подписчикам и заказчикам ну а мы движемся дальше вам говорим пока пока и до скорых встреч до новых до новых